Всем привет, вы на канале Техноарена, где регулярно появляются ролики с подборками лучших гаджетов для самых разных целей. И сегодняшнее видео не стало исключением, ведь оно посвящено смартфонам, идеально подходящим для запуска недавно вышедшей мобильной игры Apex Legends Mobile. Я постарался подобрать модели, которые будут способны справиться с игровым приложением не только на минимальных настройках графики и при этом обойдутся не слишком дорого, а узнать актуальную цену каждой из них можно при помощи ссылок, размещенных в описании к ролику и ведущих на проверенные магазины. Приятного просмотра! Я решил разместить модель в подборке по увеличению их стоимости, поэтому на первом месте оказался смартфон Realme C25s в комплектации с 4 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти. Это относительно недорогая модель, которая способна справляться с запуском многих игр, включая и Apex Legends Mobile, но само собой не на самых высоких настройках. Также пользователю придется довольствоваться дисплеем со стандартной частотой обновления изображения в 60 Гц и разрешением 1600 на 720. Несмотря на такие ограничения, модель все же позволяет комфортно играть без особых проблем. Единственным минусом, действительно влияющим на игровой процесс, будет довольно длительная загрузка самой игры, из-за использования накопителя стандарта EMMC 5.1, имеющего невысокую скорость передачи данных. А вот на автономность владельцам данного смартфона жаловаться явно не придется. Аккумулятора на 6000 мАч хватит даже слегка прожорливому процессору Helio G85 на несколько часов непрерывной работы. Да и с перегревом, если не заряжать гаджет в процессе игры, сталкиваться тоже не придется, ведь чип довольно холодный. В Antutu аппарат набирает чуть больше 200 тысяч попугаев. Да, далеко не самый впечатляющий результат, но для бюджетной категории смартфонов вполне неплохой. Из прочих плюсов модели хотелось бы выделить основную камеру с разрешением 48 мегапикселей, позволяющую делать классные снимки, но правда только при хорошем освещении. Не хочешь пропускать подобные видео с подборками разных гаджетов и топами лучших новинок? Тогда подпишись на Техноарену прямо сейчас и активируй отправку уведомлений от YouTube через колокольчик. На втором месте моей подборки оказался игровой бюджетник Xiaomi Poco X4 Pro 5G. Это относительно свежая модель, призванная открыть дверь в мир развлечений для тех, кто не хочет платить слишком много за бренд. Компании Xiaomi удается успешно совмещать в смартфонах линейки Poco производительные процессоры, шустрые накопители и недорогие, но довольно качественные дисплеи. Кстати говоря, картинка на экране здесь обновляется с частотой до 120 Гц, поэтому жаловаться на проблемы с плавностью ее отображения не придется. В качестве сердца модели выступает чип Qualcomm Snapdragon 695. Хотя его и нельзя назвать новым, по производительности он на голову выше многих бюджетных процессоров от Mediatek, что позволяет смартфону набирать внушительные 395 тысяч баллов в Antutu. Выбранная мной комплектация имеет 6 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X. Этого с лихвой хватит как для запуска Apex Legends Mobile, так и других игровых приложений. Причем системе не придется выбрасывать из оперативки свернутые мессенджеры и браузеры для высвобождения пространства, благодаря чему на них можно будет быстро переключиться при необходимости даже во время игры. Накопитель на 128 ГБ изготовлен по стандарту UFS 2.2, что гарантирует довольно быструю загрузку любых приложений и игр. Если же его окажется мало или захочется хранить фото и видео отдельно от системных файлов, можно воспользоваться слотом для установки карты памяти Micro SDXC. Главное при этом выбрать скоростную карточку от известного производителя, чтобы не замедлить работу устройства. Смартфон Xiaomi Poco X4 Pro 5G обладает поддержкой зарядных устройств мощностью до 67 Вт, что является рекордом среди моделей, попавших в этот топ. Это означает, что встроенный аккумулятор на 5000 мАч сможет полностью зарядиться менее чем за час. Не могу не сказать и о камере, ведь основная матрица в данном смарте имеет разрешение в целых 108 мегапикселей. Но как и в случае с другими моделями из линейки Poco, оптика здесь не самая лучшая, поэтому хорошие снимки, раскрывающие весь ее потенциал, можно сделать только днем. А как ты считаешь, что важнее для смартфона, покупаемого с целью игры в Apex Legends, производительный процессор или же объем оперативной памяти? Поделись своим мнением в комментариях. Еще одной моделью из игрового семейства, идеально подходящей для запуска Apex Legends Mobile, является Xiaomi Poco F3. Да, она вышла достаточно давно, однако этот факт скорее играет на руку. Комплектацию с 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти можно купить относительно недорого. При этом, как показывает Antutu, даже более дорогие смартфоны из моей подборки не могут переплюнуть ее в плане производительности, ведь она набирает целых 714 тысяч баллов. Это заслуга процессора Qualcomm Snapdragon 870, оттяпавшего львиную долю бюджета, выделенного на сборку смартфона. Однако при этом Xiaomi нашли возможность оснастить его оперативной памятью стандарта LPDDR5, а также установить шустрый накопитель стандарта UFS 3.1. Для вывода изображения используется AMOLED-дисплей с разрешением 2400 на 1080 пикселей и частотой обновления картинки в 120 Гц, чего более чем достаточно для комфортной игры. А вот на камерах пришлось немного сэкономить. Основной модуль снабжен всего тремя матрицами, самая крупная из которых имеет разрешение в 48 мегапикселей. Также модель получила аккумулятор на 4520 мАч с быстрой зарядкой мощностью до 33 Вт, которого явно не хватит на то, чтобы играть весь день без подключения к розетке или пауэрбанку. Впрочем, учитывая настолько высокую производительность на подобные минусы можно попросту закрыть глаза, особенно при сравнительно невысокой стоимости смартфона. Узнать ее можно при помощи ссылок из описания, ведущих прямо на проверенные магазины. Также они помогут сравнить по цене все модели, выбранные мной для сегодняшнего видео, чтобы самостоятельно оценить соотношение производительности и вложений в покупку нового смартфона. Если же хочется приобрести смартфон от производителя, находящегося на рынке значительно дольше, чем бренд POCO, стоит взглянуть в сторону Samsung Galaxy A52. Да, это модель из бюджетной линейки, однако в комплектации 8 на 128 ГБ она выглядит вполне привлекательно. Процессор Qualcomm Snapdragon 720G не может похвастаться слишком высокой производительностью, поэтому гаджет слегка уступает Xiaomi POCO X4 Pro 5G, набирая в Antutu около 340 тысяч попугаев. Впрочем, даже этого хватит для запуска Apex Legends Mobile с нормальными настройками графики и приемлемым FPS, а Super AMOLED-дисплей, обновляющий картинку с частотой 90 Гц, еще больше увеличит плавность и позволит насладиться игровым процессом сполна. Аккумулятор у модели довольно скромный, на 4500 мАч. Заряжаться он может только от зарядных устройств мощностью до 25 Вт, поэтому стоит заранее планировать перерывы во время игры. Продолжать играть на шнурке не рекомендуется из-за возможного перегрева, из-за которого производительность резко снижается. Наконец, самым дорогим смартфоном в моей подборке оказался Honor 50 с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Однако его можно назвать максимально сбалансированным, поскольку он может использоваться далеко не только для игр. Любителя Apex Legends Mobile он заинтересует в первую очередь за счет довольно производительного процессора Qualcomm Snapdragon 778G 5G, благодаря которому в Antutu гаджет набирает примерно 513 тысяч баллов. Не менее важным для игрока будет и OLED-дисплей с частотой обновления картинки до 120 Гц. Все это позволяет добиться наиболее приятной графики, выкрутив настройки на максимум. На высокой производительности преимущества модели не заканчиваются, так она заслуживает внимания за классные камеры. Основная имеет разрешение в 108 Мп и оборудована довольно качественной многолинзовой стеклянной оптикой, позволяющей ей делать фотографии практически при любых условиях. Да и фронталка со своими 32 Мп не слишком отстает, обеспечивая на выходе весьма неплохие видеоролики для влогов и социальных сетей. Единственный минус – это аккумулятор на 4300 мАч, который, впрочем, можно заряжать при помощи зарядных устройств мощностью до 66 Вт. По сути, Honor 50 – это более прокачанный вариант Xiaomi Poco XT3 Pro 5G, превосходящий его по всем параметрам, кроме батареи. На этом мой топ смартфонов для запуска Apex Legends Mobile подошел к концу, и я спешу напомнить, что каждую из упомянутых мной моделей можно купить, не опасаясь подделок, в проверенном магазине, воспользовавшись ссылками из описания. Если информация оказалась полезной и помогла определиться с выбором, лайкни видео и расскажи в комментариях, какой смарт заинтересовал больше всего. А чтобы не пропустить новые видео, подпишись на канал и нажми на колокольчик, увидимся в новом выпуске!